Медиагруппа «Авангард» представляет. Основными клиентами в последнее время являются, естественно, должностные лица федеральной помощи службы. У нас все мероприятия, все бизнес-процессы завязаны на электронных документах. Это и какие-то процессные документы, это и какие-то акты, это и решения, которые принимают должностные лица. Все это оформляется документами, которые электронными, которые подписываются в усиленно-кулицированные электронные подписи, и инспекторский состав несет за них, соответственно, полную ответственность. Это электронные документы, наоборот. С 2004 года мы шагнули очень далеко вперед. Чтобы было понимание, у нас где-то 4,5 миллиона деклараций в год. Это уже законченный, то есть это результат процесса. Из этих 4,5 миллиона деклараций, процентов более 30, по-моему, сейчас идет выпуск товарных партий без участия человека. То есть это вообще электронная подпись конкретного серверного оборудования, конкретной подсистемы, которая говорит, что там выпуск разрешен, и люди в этом не участвуют. Поэтому это очень серьезная структура, которая обеспечивает каждый компонент каждого человека, более 50 тысяч клиентов, которые ежегодно продляют свои подписи. Плюс до сих пор, хотя это уже на втором месте достаточно давно, но существует технология выдачи сертификатов, квалифицированных сертификатов, включая проект электронной подписи, должным лицам участников внешнеэкономической деятельности. в случае, если участники внешнеэкономической деятельности готовы работать через наш личный кабинет и, собственно, не хотят нести каких-то дополнительных затрат. На двух этих китах, наверное, стоит наш удостоверяющий центр. Сейчас это обеспечение точками выдачи для должностных лиц в труднодоступных местах, и это, в общем-то, непрерывность системы таможенного оформления. Поэтому удостоверяющий центр мы не готовы терять. А, ну еще из того, что недавно проскакивало, там более 30 миллионов транзакций в день. Это подписание, это проверки подписи, это обращение к сервису МЦСП, ТСП. То есть это все такой огромный гегемон, который качает электронный документооборот в информационной системе Федеральной таможенной службы. Мне, естественно, интересно международное взаимодействие в виде электронных документов. Ну и, конечно же, реализация новостей, который вводит 476 МФЗ. Это и использование подписи, вложенная подпись, и треугольник. Это Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, соответственно, и квалифицированные подписи лиц. Все это интересно, потому что я пока не вижу законченной проработки и проектов, которые могли бы позволить перевести все бизнес-процессы на новые какие-то веяния в 2021 году. Но будем над этим работать, конечно же. В любом случае реформа абсолютно справедливая, потому что регулирование было недостаточное. Но при этом достаточно странные выбираются пути, потому что из того, что сейчас видно, процесс доверия к квалифицированным сертификатам электронной подписи выстраивается все равно через бумажные документы. А с моей точки зрения личной это, наверное, некорректно. То есть начинать все-таки стоило бы не с резкого ограничения количества удостоверяющих центров, увеличивая таким образом бюрократические процедуры. Ну, как пользователи, мы все работаем с подписями, получаем в Федеральном казначействе и прочее. Процесс сопровождается выдачей огромного количества бумажных документов, которые практически невозможно проверить на уровне другого ведомства. Поэтому все-таки абсолютная, да, это электронные доверенности, абсолютная, да, это контроль выдачи, абсолютная, да, это увеличение ответственности, усиление ответственности. Но по пусям есть определенные замечания. И сейчас мы готовим проект по праву по Федеральному закону 63-й, ну, 476-й, чтобы эти моменты учесть. Потому что, естественно, но это моя позиция, что не должно нормативное регулирование вести к какому-то угнесению, деградации, ну, отрасли и снижению бизнес-процессов, где используются технологии. Хотелось бы, наверное, большего привлечения участников, там, рынка и федеральных органов к именно такому нормотворчеству. Потому что, ну, все знают, как 476-й принимался, в какие сроки. Этот документ не является идеальным. Подводить итоги надо будет в момент, когда полностью весь рынок перейдет на функционирование соответственными требованиями. Пока, естественно, все какие-то замечания, предложения, может быть, экспертные мнения формируются. Складывать лапки точно нельзя. Это просто очень интересная и увлекательная тусовка в сфере. Вот. При этом, наверное, единственное пожелание, которое стоило бы озвучить, это итоговую декларацию делать более прикладной, менее теоретической, и каким-то образом отслеживать в дальнейшем ее реализацию, может быть, привлекает для этого какие-то институционные механизмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова